Ливон, поздравляем вас с победой в этом сложнейшем матче. И очень длинная партия получилась. В какой-то момент вы, наверное, уже потеряли надежду на то, что можете выиграть. Да, когда я уже на 30 секундах пошел уже 4, я уже думаю, ну, как-то, что делать. Наверное, этот матч такой, то, что я в нем буду выпускать и выпускать. Но мне повезло, то есть соперник в этот момент быстро сыграл и ошибся. То есть я, в принципе, все свое время тратил на понимание, что мне нужно для выигрыша. Ну, получилось примерно, как вчера я шлепнул в один ход и упустил победу. А сегодня мой соперник упустил, возможно, ничью. Хотя я знаю, что теоретически это появится выигранно, то есть надеюсь. Но точно не помнил, как это достигать, вот именно той позиции, которая получилась. Ну, интуиция все-таки сработала, получилось найти правильную схему. А в первой партии, что же все-таки заставило вас не взять на Б2? Что-то померещилось? Ну, тут такое чисто булиданно-посел, конечно, когда самое простое решение везет позицию к выигрышу. Всегда хочется не делать этот ход. То есть это часто бывает. Будем стараться как-то не шлепать больше в этом турнире. Ну, теперь наконец-то есть выходной день, и у вашего соперника следующего тоже будет выходной день. Скажите, как вы будете готовиться к Василию Ванчуку, и чего вы ожидаете от матча? Какая-то стратегия есть? Ну, с Василием Михайловичем трудно стратегию какую-то планировать, так как он один из моих любимых шахматистов. То есть я очень многому у него научился. Ну, будет интересно с ним сыграть в очередной раз. Мы с ним уже давно не играли, надо проверить. А каково это играть со своими кумирами? Ну, вначале я ему проигрывал, поэтому не так было приятно. Ну, когда уже начал его обыгрывать, намного приятнее играть с кумирами, которых обыгрываешь. Возвращаясь к нашему вопросу, который я задала еще в Сент-Луисе, приедет к Вам невеста сюда? Может быть, на пару дней, да. Ну, Вы не решили, в какой момент? Ну, надеюсь, в важный момент, чтобы поддержать меня. А у Вас как-то получается все-таки отсюда принимать участие в организации свадьбы? Как-то помогать? Минимально. Поэтому я и стараюсь тут долго оставаться, чтобы никакой работы не делать. Чтобы избежать обязанностей? Абсолютно. Хорошо, удачи Вам. Спасибо большое.